Здоровая нация и тотальная модернизация. О прорыве в сфере здравоохранения сегодня шла речь на очередном заседании Кабинета Министров. В прошлом году удалось добиться неплохих показателей. В республике отмечен рост рождаемости. Дмитрий Квалёв продолжит тему. Программа модернизации здравоохранения приносит свои плоды. Умирать от инсультов и инфарктов люди стали реже. Болезни системы кровообращения врачи выявляют уже на ранней стадии. Вообще уровень смертности в республике снижается с каждым годом. Рожать жительницы Чувашии наоборот стали чаще. Демографический скачок – главный итог 2012-го. Бэйби-бум наметился и в этом году. В республике возросло число повторных рождений. И за 2012-й год по сравнению с 2011-м число детей, рожденных вторыми по очереди, увеличилось на 10%. Третьими – на 27,4%. Четвертыми – на 17,4%. За последние годы в сферу здравоохранения вложили более 4 миллиардов рублей. Здания многих больниц были отремонтированы. На помощь медикам пришло современное оборудование. Врачам повысили заработную плату. Теперь в село возвращаются молодые специалисты. В рамках проекта «Земский доктор» заветный миллион и рабочее место получили более 140 человек. Молодыми кадрами районной поликлиники пополнится и в этом году. Уже есть заявки порядка 30 молодых врачей. Большая доля идет на село. То есть уже есть заявки порядка 30 человек. Поэтому мы думаем, что первичное звено в этом году будет еще больше укомплектовано. 100% вряд ли мы будем ожидать. Но уже, в общем-то, приток в отрасли заменен. Рынок труда есть. Он и рынок труда. Идеальный вариант. Не может быть, что там 100% во всех больницах, во всех поликлиниках будут кадры. Это постоянная такая измельчевая цифра. И поэтому здесь есть проблема, конечно, высасывания мегаполисов. Москва там, ряд других городов. Поэтому надо здесь смотреть и мотивацию увеличить. Сколько не вкладывай в отрасль, есть проблемы, которые решить деньгами невозможно. Люди по-прежнему травятся алкоголем, погибают в авариях. Эту ситуацию поможет исправить профилактика. На производстве жители Чувашии страдают реже. Опаснее всего трудиться на промышленных предприятиях. В прошлом году тяжелые травмы на своем рабочем месте получили 53 человека. Высоким остается удельный вес работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. На рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиенических нормах, занято 28,7% работников. Здесь, к сожалению, наблюдается отрицательная динамика. Свести уровень производственного травматизма на нет позволит новая программа. Условия труда на каждом рабочем месте необходимо улучшить. Усовершенствует и система мониторинга. Мониторинг позволяет комплексно оценивать и анализировать факторы производственной среды, прогнозировать показатели состояния условий и охраны труда, определять направление работы, готовить обоснованные и просчитанные предложения по реализации мер в этой сфере. На один детский дом в республике стало меньше. На кабинете министров было принято решение о ликвидации канажского интерната. Оптимизация назрела давно. Количество воспитанников там сокращается с каждым годом. Этим летом еще 10 ребят обретут семью. Другие дети переедут жить в Чуваксары и Шумерлю. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова